Линочка, как правильно выбрать обувь? Есть какая-то удобная обувь? И что вы скажете тем, кто носит каблуки высокие? Первое. Каблук не надо носить. Про каблуки у нас есть хорошая запись. Она называется «Богиня Лада о мужчине и женщине». Найдите в интернете и в конце или в середине, там ближе. Нет? Какие же у нас была запись про каблуки? Полина, там про каблуки было целое. В Ладе нет про каблуки? Я найду, где это было. Это хорошо. Это 18.05. Ангел-хранитель отвечает на вопросы. Посмотрите еще эту запись. 18.05.2014, по-моему. 18.05. Разумное человечество. Сразу выскочит эта запись. Ангел-хранитель отвечает на вопросы. То есть там тоже есть каналы между пальчиками на ногах, которые мы не должны там прижимать? Конечно, когда вы поднимаете ногу каблуком, это делает вашу фигуру более приближенную к золотому сечению. Но это так уродует ваши внутренние органы и ваше будущее, что в этом нет смысла. То есть это вот это ежеминутное показать себя всем, какая вы там адекватно гармоничная, она вам не нужна. Потому что вы покажете минуту, а изуродуете себе на 10 лет. Потом, зачем вам это показание? Что вы хотите достигнуть этим показанием? Опять кому-то понравится? То есть кому-то понравится извращенным способом? Чуть-чуть его обманув? Мне хочется правильную обувь найти, конечно. Плоский каблук, чтобы вы смогли там пальцы раздвигать как угодно. Обувь должна быть дышащая, не синтетика внутри. Желательно без кожи, чтобы не пострадало ни одно животное. Вот. То есть что-то думать, что-то с этим делом делать. То есть каблук никак, он совсем не нужен. Субтитры создавал DimaTorzok